Взрослых нельзя. У детей можно, у детей это все просчитывается, оценивается по балламу. А почему? Какая разница у взрослых, у детей? А потому что поздно уже менять правила. Мне, конечно, можно сейчас ввести. Ну, что мешает ввести? Да ничего не мешает ввести. Я-то знаю, что мешает ввести. Квалификация судей мешает ввести. Я на самом-то деле, дело уже не знаю, помню, я говорила, давайте мы распишем для судей, проведем семинар для судей, расскажем, какие элементы, как они называются, как могут судей среди чемпионат мира, если они не знают вообще, что они судят. Ну, не только чемпионат мира, но и чемпионат региона, чемпионат страны. Хорошо, просто на регионе как-то не так обидно, когда это чемпионат мира, да? И когда судя садится, он даже не понимает, что он судит. Не понимает, я тебе точно могу сказать, не понимает. Так почему, как он может меня судить, если он не знает, что это вообще такое? Давайте мы наберем судей, пройдем семинар, обучим их. Ну, потратим на это время, да. Зато у вас будут судьи, профессиональные судьи именно для этой категории. Почему бутербилдинг все понимают? Понимаешь, вот смотри, выступает, в каких странах фиднес жив? Давай перечислим. Венгрия, Словакия. Да, самое сильное. Венгрия, Словакия, Украина, Россия. Все, да. А почему так? Перечень ограничен, а судей в линии 10. Какого, так сказать, лешего судить судью, учить судью, допустим, из, я не знаю откуда. Ну, еще Латвия, допустим. А зачем это делать? Если бы вы поставили фигурное катание, как бы вы его оценивали бы? Мне так интересно. Я? Ну, как раз вот так же оценивал, как ты говоришь. То есть я в этом плане человек исполнительный. Если бы мне объяснили, что вот так, там, эти фляки-фигаки всякие вот так вот оцениваются, то есть, что я должен зрительно видеть, куда нога должна тянуться. То есть, среди этого я должен выставлять оценку. Так? Совершенно верно. Ну, а второй момент возникает. Вот у нас действо закрытое. Как ты относишься, если бы оно было открытое? А как бы это выглядело? Как выглядело? Нормально, грубо говоря. Сидит там 10 судей. Электронное табло. И табло на сцене. Да без проблем. А почему этого не делают? Геморрой. Много проблем. Ну, как бы, реально, так как бы, это надо что-то делать, надо ставить. Да это на самом деле, чисто технически, на самом деле, проблем нет. Ну, почему? Все же виды спорта сразу санки выставляют технические. А у нас нет. Почему? Ну, задайте вопрос. Я, честно, никогда не задавалась этим вопросом. Я тебе просто задаю вопрос и не требую сейчас на него ответа, потому что я на него ответ на самом деле знаю, но озвучивать его не буду, потому что это будет некорректно. Ну, почему? Судьи боятся показать свою некомпетентность. В том числе. Это один из элементов. Один из элементов. Да. Но там это не самое главное. Там долго другого, на самом деле. Ну, интересно, знаете, что будет интересно? На самом деле, интересно будет, когда в категории бикини будут вот это вот делать. Вот это будет действительно интересно. А какая это сказать? Что там будет? Что будет интересно? А почему будут все видеть вообще, как люди оценивают? Понимаете? Дело в том, что в категории бикини там оценка нравится или не нравится. Больше других оценок нет на самом деле. Все что угодно можно говорить. Про какие-то пропорции, там еще что-то. У нас куча чемпионок, видных девиц. И, так сказать, ни единого стандарта никакого абсолютно нет. Ни по длине волос, ни по длине носа, ни по количеству, так сказать, размеру сисек и размеру жопы. Ну, может быть, это даже хорошо. Так для бикини такая есть. Одна была бы, так были бы клоуны. Ну, такая для бикини в самый раз. Поэтому, как ты говоришь, вот судьи пытаться вогнать туда-сюда во что-то и было интересно. Я просто оцениваю по-другому, на самом деле. Если в бикини первая там четверка-пятерка и разница баллов небольшая между ними, то, значит, посудили правильно. Ну, за исключение бывают исключения, когда там есть явные лидеры. Ну, просто явные. Ну, бывает редко, но бывает такое. Там вот как норвежка была на чемпионате мира в высокой категории. То есть там как бы все понятно, почему она первая. То есть все остальные уже соревнуются как бы между собой. Но это редко бывает. Как правило, вот в бикини я беру, когда вот разброс небольшой вот этот вот. Первое, второе, третье, четвертое, пятое место. Даже, так сказать, и первое с пятым можно легко поменять местами. Ну, кому-то обидно будет, кому-то не обидно. Но на самом деле в этом ничего страшного нет. Именно по баллам, когда там 10, 12, 15, 17. Вот такая расстановка, она на самом деле очень справедливая с моей точки зрения. Значит, судейство было в целом справедливое всеми судьями. Ну, давай еще дальше вернемся к такому вопросу. Ты в какой раз уже участвуешь именно в американском Арнольде? В первый раз. В первый раз? Да. Что-то какая-то у меня иллюзия, что ты уже участвовала. Это хорошая иллюзия на самом деле. А там в этом самом, в Испании ездила? Но? Два раза участвовала в европейском. Первый раз была вторая, второй раз выиграла. Выиграла, да? Да. То есть, вот смотри, статусные турниры европейско-американского разные, одинаковые? На фига тебе смысл второй вопрос? Разные. Разные? Почему? Да. Почему? Во-первых, по масштабу самого турнира. Да. Во-вторых, все-таки престижней изначально он был в Штатах, и когда это звучит. Для кого престижней? Для тебя лично? Для меня. Понял. Потому что я обывателю, в принципе, до одного места. Как это говорится? Нас рать. Конечно. Если чемпион мира, им все равно по какой-то категории, какой-то версии, федерации и так далее. Понятно. То есть, это уже чисто твои личные чувства? Это мои амбиции, это мои желания. А во что они в конечном итоге могут перерасти? Вот ты там поучаствовал, сам поучаствовал на чемпионате мира, так сказать, не последнее, так сказать, место далеко заняла. Что дальше? Следующее соревнование. У меня полностью, у меня начался сезон. Ну? Который хочу закончить в Канаде. То есть, ты хочешь в сентябре поехать в Монреаль? Или когда там у нас? В октябре, да? И там выступить со, сказать, чемпионкой мира. То есть, у тебя вот такой промонгированный цикл, да, такой? Все расписано. Все расписано. И ты к этому, так сказать, стремишься и будешь действовать злодейство. Снова только начался, да. Ну, хорошо. Давай так. Идеальный вариант смотрим. Ты там выигрываешь, там выигрываешь, там выигрываешь, там выигрываешь. То есть, в Монреале ты тоже выигрываешь, да? Что? Дальше все? Или по новому циклу? Нет. А что? Дальше семья-дети. Детей хочу. То есть, ты хочешь точку поставить? В фитнесе, наверное, да. Мне, честно говоря, становится немного неинтересно. Как бы, я тут, ну, себя все время ловну на мысли, что, может быть, я скажу что-то такое прямо из вон выходящего, а мне становится неинтересно выступать.